В этом году, как и в предыдущей, в городе ремонтировали дороги, дома, строили тротуары. В 2018 по программе «Комфортная городская среда» было построено два сквера и три аллеи. Благоустроено шесть дворов. Планы на год следующий не менее амбициозные. Подробности в сюжете Юлии Лучниковой. На протяжении года жители города следили за ходом ремонта нескольких участков дорог. В результате была устранена просадка дорожного полотна на улице Дружбы Народов. Новое асфальтовое покрытие получило улица Строителей. Губкина стала двусторонней. Данный асфальт не подвержен колейности. Он эластичен к изменению погодных условий. Эта технология используется совсем недавно в России. Большие города сейчас тоже переходят в основном на этот асфальт. В связи с тем, что характеристики его намного выше, чем простой асфальтобетон. В 2018 началась реализация проекта «Комфортная городская среда». Его главная особенность – вовлечение людей в принятие решений по благоустройству. С жителями провели несколько встреч. Они буквально нарисовали проекты будущего своих дворов. А на портале «Живем на севере» муравленковцы голосовали за приоритетные проекты. В целом, действительно, сейчас я могу сказать, что здесь практически стопроцентное совпадение тех схем, которые рисовали жители этого дома. И фактически получилось. Возможно, с некоторыми небольшими отклонениями, связанными с техническими нормативами. Но наполнение благоустройства полностью соответствует. Всего в 2018 благоустроили пять общественных территорий. В сквере «Здоровье» смонтировали тротуарные дорожки, площадку, на которой установили скамейки и урны, посадили кустарники и траву. Вокруг взрослой поликлиники появились удобные парковки. Радует, да, это то, что, во-первых, такая территория, которая была неухожена абсолютно, да, рассадник комаров, мусора, теперь благоустраивается. Замечательные антивандальные скамейки, установленные урны. И уже видим, что люди отдыхают, людям нравится. Преобразилась территория в районе городского суда. В сквере «Ямальский» на девяти площадках установили достопримечательности разных городов. Создание сквера – это первый этап работы. На втором проведут реконструкцию молодежного центра, который переоборудуют в городской музей. Как раз мы и при составлении схемы, разработке схемы благоустройства, мы и объединяли эти два здания. Можно будет видеть, что здесь и тротуарные связи, и в целом прилегающие территории, они как бы будут все оформлены в едином ключе. В районе ЗАГСа летом выполнили первый этап работы по благоустройству Парка Победы. Подрядчик построил Аллею Славы. В центре композиции клумба в форме звезды. В будущем здесь зажжется пламя вечного огня. Очень красиво. Город вообще преобразился. Мы приехали, хотя мы тут прожили тоже 30 лет, но приехали сейчас в гости к детям. И вот поприсутствовали на этом открытии, памятника этого. Очень понравилось. Город красивый, чистый. Спасибо всем и руководству города, и жителям всех за такое преображение. На лесной аллее, кроме прогулочных дорожек, выложенных тротуарной плиткой, появилась велодорожка с резиновым покрытием. А на улице Муравленка в районе 36-го дома благоустроили Аллею Зотова. Тут я смотрю, часто мамочки ездят, на колясках гуляют, на великах вечером очень много прогуливаются. Так что я думаю, что нужно такая дорожка. Нужно было давно, потому что все-таки как-то не хватает лавочек, где посидеть можно, хоть с мошкой. Преобразились в этом году и семь дворовых пространств. Во дворах появились новые детские площадки, тротуары, парковки, ливневки. И уже определены планы работы на 2019 год. Благоустройство коснется шести дворов и трех общественных территорий. Юлия Лучникова, Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова